Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на программе «Библейский час». Сегодня мы завершаем размышления над текстом молитвы Господней «Отче наш» и у нас в гостях в студии радио-телецентра «Голос надежды» священнослужитель, пастор церкви Факторович Владимир Иосифович. Здравствуйте! Владимир Иосифович, мы прочитаем в самом начале нашей передачи этот текст, и я попрошу вас, откройте шестую главу Евангелия от Матфея и напомните нам текст молитвы Господней. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь». Вот мне хочется особо подчеркнуть последние строчки. «Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки». Жизнеутверждающее утверждение, не так ли? Здесь говорится и о Царстве, говорится о силе и о славе. О Царстве мы уже подробно говорили, о силе мы тоже подробно говорили. Осталась слава. Но все это, наверное, едино, не так ли? Да, все идет в совокупности. И вот почему мы же с вами на одной из наших программ говорили о том, что с этого начинается молитва и этим заканчивается. Только вначале мы просим о том, чтобы слава, то есть светилось имя Божье, воля, Царство прибыло к нам, дано было нам. Мы просим Господа, как в великом даре, а заканчивая молитву, мы говорим о том, что есть. То есть здесь уже утверждение. Да, здесь утверждение, что как мы тогда говорили о том, что сначала досветится, а потом идет уже Царствие, а в конце именно речь идет о том, что сила и Царство, а дальше слава. А вот здесь есть момент утверждения веры. Вот если здесь явное утверждение, то можем ли мы говорить, что вначале как бы вера только развивается, потом мольба и прошение о наших ежедневных нуждах, потом мы даем право Богу действовать в нашей жизни, а в конце, ибо Твое есть Царство, ведь ибо Твое, то есть это уже утверждение, но мы говорили о том, что Царство не только на небе, но уже и на земле, и в моем сердце. Без веры разве можно такое утверждение сказать? А здесь дело в том, что вообще сказать о том, что есть без веры невозможно. И вера появляется не просто так. Вера появляется от слышания и от общения с Господом. То есть, когда мы идем по ступеням молитвы Отчина, что мы видим, что с обретением, обретением Божьего Царства, то есть близости, обретение Божьего характера, обретение использования воли Его, происходит то, что внутри нас меняется наша сущность, меняется наше мировоззрение, появляется опыт общения с Богом. И возрастает вера, которая позволяет нам уже не просто сознательно понимать, что Господь ответил на нашу молитву, но уже жить этой жизнью. Вера, на которой заканчивается, вот сила веры, вот именно на уровне, который заканчивается эта молитва, и свидетельство о том, что она проникает в чувственный мир человека. Она проникает в мир эмоций, в мир ощущений, она дает вот эту благодать, такой мир, покой. И тогда, вот знаете, как музыка, как вот благоухание, есть, есть твоя воля, есть твое царство, сила и слава твоя. И вы знаете, вот еще один момент сейчас сразу, чтобы вам сказать, и почему появляется слава в конце. Потому что сначала мы просим света для того, чтобы увидеть свое состояние и наполниться Богом. А потом мы, наполненные Богом, вот то, что мы говорили, верою, мы начинаем становиться отражением Божьей славы. Можем мы при этом говорить, что сбываются слова Христа, когда Он говорит, мир мой даю вам. И там тоже противопоставление идет у Господа, не так, как этот мир дает, я даю вам. И здесь уже утверждение, то есть это не потом, не в паке бытии, а сейчас. Ибо царство небесное внутри вас есть, ибо твое есть царство и слава, и сила и слава, и мир мой даю вам. Да, вот это есть уже качественно новое наполнение. Потому что человек наполнен миром, мы говорили об этом, он наполнен миром окружающим. А здесь новый мир, другой мир, переворачивание сознание. И тогда начинается не поиск блага для себя, не, знаете, как вот всасывание, впитывание в чужого чего-то, а начинается отдача. Потому что если мы говорим о том, что Господь внутри нас, то человек начинает получать блаженство, отдавая. Это весь принцип любви, любовь. Всегда истинная любовь получает служа другому. Ну да, блаженнее отдавать, нежели брать. Это служение другому. И вот когда мы говорим о том, что внутри нас есть Царство Божие, мы говорим о силе Божьей, то касаясь вопроса о результатах действия силы, ведь сила не только дает возможность человеку быть верующим, да, или являть набожность какую-то, или открывать истинное Священное Писание. Сила Божья в человеке поворачивает лицом друг другу даже те непримиримые стороны, которые, стороны конфликта. Ведь сейчас мы понимаем, что много конфликтов в семьях. Мы знаем о том, что много конфликтов между детьми и родителями. Мы знаем, что много очень проблем в отношениях между людьми. Это где-то на работе, в общениях даже соседей. Конфликтность возрастает. Возрастает раздраженность. Возникает, не понимая даже родными и близкими людьми. А мы открываем Священное Писание и видим результат действия Божьей силы. Вот, например, книга пророка Малахии, 4 глава, 6 стих. Одна строка только. «Действие силы Божьей. Обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Вот времена древние. А там, кстати, текст говорит о последних днях. Да, последних. Наверное, наше время. Время конфликта, время неприятия. Родители, то есть отцы и дети. И кто, какая сила дает эту возможность? Сила, присутствующая внутри нас Господа. И очень важно, знаете, что хотелось бы сказать. Вот у нас сегодня заключительная наша программа, заключительная встреча по этой молитве. И хотелось бы сказать, что Господь, построивший Царство внутри нас и живущий внутри нас, и дающий нам силу, эту силу дарит не только для того, чтобы мы совершенствовались. Эту силу дарит для того, чтобы в нашем доме был мир. Это очень важно. Мир в нашем доме, мир между мужьями и женами, мир между старшим поколением, средним поколением, младшим поколением, мир с детьми нашими. Когда Господь живет в нашем сердце, когда отражается наша жизнь, и когда Его слава начинает освещать тех, кто рядом с нами, меняется все. И часто, наверное, вспоминаю я, и вот еще раз хочу вспомнить сегодня, пророк Еремия сказал, кто-то должен быть первым, кто-то должен стать в проломе. В проломе проблем, в проломе скорбей, в проломе непонимания. Это та сила Божия, которая совершает это. И вот мы сегодня приблизились к славе. Слава, которая была получена когда-то, о которой мы молились в начале молитв, то есть как бы в начале нашего жизненного пути, о том, чтобы Господь, чтобы имя Его светилось. Засветилось имя Его. Засветилось не только в окружающем мире, засветилось не только где-то в храмах или в каких-то религиозных учреждениях, засветилось в нашей жизни. Вы знаете, что верующий человека искренне, искренне верующий человек узнает. Узнает по тому, как он смотрит, как он говорит, как он себя ведет, как он относится к иным мыслям, иному мнению. Верующий человек узнает, потому что он всегда и во всем ищет мир. Он никогда не ищет конфликта. Он всегда находит точки соприкосновения, которые успокаивают человека. Вот почему апостол говорит, если возможно, имейте мир со всеми. Это и есть сияние Божьей славы. Господь искал этого мира, и Он приносил мир. И Он говорил о том, что придите ко Мне и научитесь у Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обретете покой. Где покой, там и мир. И вот это ключевое понятие этой молитвы, ключевое, завершающее понятие молитвы Отчина, слава, оно происходит из сущности характера Божьего. Когда-то в Ветхом Завете была записана очень интересная история. Моисей. Моисей, скрижали, Бог, гора, на которой он поднимается и получает от Господа эти скрижали. И вдруг Моисей, разговаривая с Господом, просит у Него показать славу Господню. Нам как-то странно сегодня, да, о чем он просит. Вот книга «Исход», 33 глава и 18 стих. 33 глава и 18 стих. Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И вот сейчас мы просто прочитаем, как Господь ответил. Это 34 глава и с 5 по 6 стих. Просто конкретно ответ его. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близко Него, близ Него, и провозгласил имя Еговы». Вот здесь вот, если мы потом захотим более внимательно прочитать и дома прочитаем, то мы увидим, что когда речь шла о славе, Господь сказал, что Он покажет славу и откроет имя, провозгласит имя. В имени Господа есть сущность Его характера, сущность Его славы. Имя Его светит, потому что имя открывает намерение Господа. Имя открывает любовь, которая направлена от Него к миру. И вот как что же Он показал? «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Что мы здесь слышим? Вот если мы с вами задумываемся, вот читаем, задумываемся о характере Бога. Сегодня по-разному относятся по характеру Бога. Некоторые считают Его очень жестким. Жесточным, несправедливым. Что Он наказывает за каждый проступок. Я даже слышал такую теорию, что это, знаете, как полоса препятствий. Наша жизнь – полоса препятствий. Или как в компьютерных играх уровни. Когда мы достигаем, преодолеваем один уровень, он дает более сложный и наблюдает за нами. Вот я, знаете, хотел бы такой вопрос, может быть, ну, вопрос достаточно простой, в то же время сложный, но он уже касается, скорее, вашего, Сергей Анатольевич, личного восприятия. Вот знаете, как я хотел спросить, как хотел вас? В Священном Писании есть такое очень интересное выражение. Я знаю, в кого вы веровали. Вот теперь вы могли бы, вот сейчас вот в присутствии наших телезрителей, в заключении размышлений над нашей молитвой, сказать, какого ваш Бога? Какого Бога вы знаете? Первое, что сейчас мне приходит, это многомилостивый. То есть в этом есть нужда? Это многомилостивый, абсолютно. Потому что, наверное, мы его милостью все и живем. Почему? Потому что если мы будем честными с самими собой, ну, на людях, конечно, можно многое скрывать, но самими собой нужно быть когда-то честными. И когда мы честны с самим собой, то мы понимаем, что мы нуждаемся в Божьей милости, потому что очень нелегко смотреть на себя глазами Бога. Но когда других глаз нет, то тогда видишь все совсем по-другому. И вот я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что я уверовал в человека любивого, в многомилостивого и человека любивого Господа. И вот, кстати, я хочу здесь немножко продолжить эту мысль. О славе, когда говорим, то мне очень нравится текст, который я вот уже приготовил. Это второе послание апостола Павла к Коринфинам, третья глава. И здесь апостол Павел говорит о процессе освящения. Ведь когда мы говорим о славе Божьей, которая передается и детям Божьим, то тогда как раз процесс освящения человека происходит каким-то таинственным, особым образом. Но как? В Библии есть прямой ответ. Апостол Павел пишет, второе послание к Коринфинам, третья глава, и стих 18. «Мы же все», то есть он пишет христианам, «открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Наверное, когда апостол Павел упоминает об открытом лице, он вспоминает Моисея. Это аллюзия на Моисея, когда он, когда сияние славы Божьей у него было и отражалось от его лица, он покрывало, накрывал, а потом слава уходила, и он уже покрывало снимал. А здесь Павел прямо говорит, это уже новозаветняя идея. Открытым лицом покрывало снято, и мы отражаем славу Божью, и мы преображаемся в тот же образ, в образ славы Божьей, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть вы хотите сказать, что человек, вот то, что, собственно, и говорили, человек Божий, он имеет другое сияние, другой вид, другое поведение. Или может быть такое, как, вот знаете, вот иногда говорят, ведь совершенно не обязательно, что кто-то знал, что ты человек верующий, правильно? И у меня были такие случаи, когда рассказывая о ком-то, он никогда бы не подумал, всю жизнь вместе работали, не подумал, что он верующий. Владимир Ильич, вы уже как-то упомянули, что это видно должно быть. И это действительно видно. Когда человек живет истинно во славе Божьей, этого скрыть невозможно. Почему? Потому что я вспоминаю, как Христос беседовал с самарянкой у колодца. Это четвертая глава Евангелия от Иоанна. И он просит у самарянки воды. Но тогда иудеи с самарянами были жуткие враги. И она удивилась, как ты, будучи иудей, просишь у меня самарянки воды напиться. Но я не буду сейчас подробно эту историю рассказывать. Вы можете прочитать ее сами, дорогие друзья, в четвертой главе Евангелия от Иоанна. Но там есть один момент, который я сейчас хочу подчеркнуть особо. Помните, Владимир Васильевич, там Христос говорит, что вода, которую я прошу у тебя, если ты ее будешь пить, ты возжаждешь опять. Но вода, которую я дам тебе, не будешь жаждать вовек, но она станет источником воды, текущей в жизнь вечную. И вот это ответ на ваш вопрос. Возможно ли это удержать? Если ты действительно обращенный христианин, ты не сможешь этого скрыть. Это постоянный источник воды, текущей в жизнь вечную. Она переполняет естество человека, она выплескивается наружу. Пророки не могли молчать, хотя даже и хотели уже замолчать и говорят, не будем говорить к этому грешному, жестоковынному народу. Но пророк не мог молчать, потому что Слово Божье было как уголь в его устах и жгло. Поэтому я убежден, что это скрыть невозможно. Это видно по глазам, это видно по словам, по отношениям. И я думаю, что в этом как раз и тоже проявляется Слава Божья. Потому что Господь говорит через Павла в этом же втором послании к Коринфянам, «Вы письмо Христово», читаемое всеми. Псалмопеюц в 108-м псалме, прославляя Господа, говорит в первом же стихе, «Боже, хвалы моей». Вот понимаете, вот это вот не просто слова, это внутренний восторг, внутренняя благодать, внутренняя радость. И вы знаете, я вот когда думаю все время об этом, все-таки как бы слава является завершающей молитвой Отче наш. И вспоминаю о молитве, первосвященнической молитвы Христа. Это 17 глава Иоанна, и там он много говорит о славе. И вот когда читаешь эту главу, даже вот выборочно читая то, что касается славы, это 17 глава Иоанна. Где он молится за учеников. Он молится за учеников. Он как бы, он там говорит такие слова, когда тех, которых ты дал мне, эти слова, вот часто мы, даже вот с теми, кто собирается вместе помолиться о проблемах детей своих, тех, которых ты дал мне. Сохрани их. Да, сохрани их. Вот это вот любовь Христа. Но вот с чего начинается эта глава? После сих слов Иисус возвел Отче Своей на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. И вот мы говорим, о какой же славе идет речь? О какой славе говорит Господь, когда говорит, что Сын Твой прославит Тебя? Что значит пришел час? Почему, вот, наверное, в этом и есть ответ на наш вопрос, почему слава заканчивает молитву Отче наш? Потому что слава была явлена на кресте. И слава, о которой говорит Сын Отцу, это слава Креста, это слава жертвы, слава любви. И если мы читаем дальше эту главу и смотрим о том, что еще написано о славе, то в 22 стихе мы читаем, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Вот эта слава, о которой мы с вами молимся, которая заканчивает молитву, которую сегодня в нашей программе говорим, это слава, которую Господь как бы берет у Отца, идет на крест и дает возможность славе высиять с человека, за которого он умирает. Он освобождает нас от проклятия. Слава начинает сиять. И он в молитве проговаривает это. Славу, которую Ты дал мне, я дал им. Это, может быть, для кого-то это сегодня, может, не столь важные слова, может быть, не так ярко звучащие. Но когда мы думаем о славе Иисуса, явленном на кресте, когда думаем о цене нашей жизни, ни много, ни мало нашей жизни, жизни вечной, жизни сегодняшней, жизни завтрашней, жизни вечной, то он, взяв славу Отца, отдает ее нам. Как вот в этой легенде Данка сердце вырывает из груди и освещает человеку путь. Сердце, освещающий путь всему человечеству. И он говорит, да будут едины, как мы едины. Если мы знаем что-нибудь, хоть знаем о единстве Отца и Сына, то мы можем говорить, что это единство абсолютно, знаете, как соединяющего в абсолютной любви, соединяющего в едином мысли. Это когда это нечто одно целое, и то, что никогда не разлучается, никогда не может быть никем разрушено. И он об этом единстве просит. Дальше, в 24 стихе, он говорит, «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, довидят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Опять славу, которую получает Иисус у Отца, которая была у Него Отца здания мира, которую Он вновь возобновил и сделал ее еще более яркой на Голгофском кресте. Он снова моляет Отца, эту славу дай им. О чем заботится наш Господь в Гессиманском саду? О чем заботится наш Господь на Голгофском кресте? О чем заботится Он за мгновение перед смертью? Он заботится о том, чтобы Его страдания и смерть дали возможность славе Отца, преломленную через Сына, умирающего на кресте, вернуться к нам. Это цена. Цена славы Божьей, цена спасения, цена любви, цена того, что обращается к нам сегодня. И когда Господь, как муж скорбей, изведавшей болезни, пришедший на землю, чтобы пройти через невероятные страдания, скорби, боль, тоску, муку, унижение, оскорбление, распятие, когда Он, уходя на небеса, перед Вознесением вновь и вновь дает напутствие своим ученикам, напутствие любви, сострадания, милости. Если любишь меня, Он говорит Петру, паси овец моих, если любишь меня, отдай любовь человеку, отдай любовь тем страждущим нам с вами сегодня. Нам с вами сегодня, которому так нужна эта любовь, которому так не хватает в этом мире жестком порой, мире, в котором правит, знаете, вот такая вот человеческая черстость, жесткость. Любовь. Он нам несет любовь. И дальше, а дальше звучит весть, которая заканчивается историей человечества. Мы говорим сегодня о славе. Мы говорим сегодня о том, что Господь, ушедший на небеса, провозгласил о своем возвращении. Он сказал, что я вернусь. Но Священное Писание говорит, что он вернется уже не как муж скорбей. Он вернется не как тот плотник, который ходил в бедных одеждах, который брал на себя поношение, унижение, он вернется как царь. Как царь, царей, Господь, Господь, который будет виден в любой точке земного шара. Слава, которая будет видна в любой точке земного шара. Слава, которая на небесах не будет нуждаться в свете. Светила не нужна будет, будет светить слава. Да, мы можем говорить, что это таинственно, да, это чудесно. Но Господь так говорит, в послании апостола Павла Колосяна, в третьей главе, в самом начале, в третьей главе, мы читаем об этой славе. Итак, это, знаете, вот то, что мне хотелось просто уже в заключении прочитать о той славе, которая не просто дана нам сегодня, а которая вернется к нам, вернется с такой силой, с такой теплотой, с такой любовью, которая действительно даст возможность никогда больше не страдать, не плакать, не скорбить, не терять, не хранить, не проходить через различные испытания и мучения. Слава, которая отрёт слезу, слава, которая успокоит и утешит. Итак, если мы воскресли со Христом, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога, о горнем помышляете, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Иисус, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот видите, вот это именно то, о чём мы сегодня говорили, говорили на прошлых наших встречах, и Сергей Анатольевич много говорил о внутри нас живущем Господе. Эта слава явится. Эта слава будет подарена каждому ищущему Бога. «Если мы ищем Бога, то мы Его найдём, если мы идём к Нему, то мы к Нему обязательно придём, если Он нам нужен будет, Он нас никогда не оставит». Действительно, это есть те лучи славы, которые дают нам сегодня в этом сложном мире не просто выживать, а жить, радоваться, надеяться, верить и любить. Очень хочется, чтобы благословения этой славы коснулись каждого из нас. Что ж, дорогие друзья, мы подходим к концу размышлений в программе «Библейский час» над молитвой Господней «Отче наш». Но Слово Божье, оно настолько многогранно, настолько многолико, что каждый раз, порою возвращаясь к одним и тем же с детства, может быть, выученным текстом, мы вновь и вновь можем черпать у этого источника мудрости, спасения и божественной благодати. Учите детей, чтобы они знали молитву «Отче наш» наизусть. Это очень хорошее упражнение в памяти. Это очень хорошее наставление, когда юноши с детства, с юности наставлены в Слово Божьем и девушки, и это убережет их в их будущей жизни. Сами храните слова этой молитвы, и тогда Господь будет всегда споспешенствовать вам на вашем христианском пути. Итак, мы сегодня завершаем этот цикл программ, посвященных молитве «Отче наш», и желаем, чтобы Слово Божье еще больше и глубже раскрывалось вам. Читайте Библию, постарайтесь делать это каждый день, ибо Псалмопевец написал «Во свете Твоем мы видим свет». И молите Господа о том, чтобы и молитвенный дух также был частью вашей религиозной духовной жизни в Господе. А сегодня мы прощаемся с вами. Пусть Господь обильно вас благословит. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok